Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. На телеканале «Звезда» время информационной программы «Новости». Ближайшие минуты о последних событиях из жизни Новополоска и региона. В студии Ирина Шибко и сегодня в эфире. Президенту Беларуси Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей. Итоги обширной исследовательской работы за 2019 год подвели в Музей истории культуры Новополоска. В центре внимания тема 75-летия Великой Победы. По-новому организуют движения для пешеходов и водителей на пересечении улиц Ктаторова и Слободская в Новополоске. Итоги республиканской акции «Единый день безопасности» подвели в Новополоске. Подробнее обо всем далее расскажут мои коллеги. Президенту Беларуси Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей. Этот вопрос рассматривался на совещании главы государства с руководством Совета министров, передает Белорусское телеграфное агентство. По мнению главы государства, развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса. А неопределенность ценой на нефть и, соответственно, на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом, отметил президент. Дело в том, что это перспектива. И все страны, такие как мы, экспортоориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. Но нам и Бог велел. Мы завтра, послезавтра вводим два блока электростанции атомной. Мы можем больше произвести электрическую энергию. Так почему мы не делаем сегодня с запасом во время и крен к электротранспорту и не только к электротранспорту? На совещании подробно проанализировали, как сработал принятый в июле 2018 года указ о стимулировании использования электромобилей. Документ содержал меры, направленные в частности на создание зарядной и сервисной инфраструктуры. Есть результат в части развития инфраструктуры. В республике уже появилось примерно 250 заправок, которые позволяют подзаряжаться электромобилем на расстоянии до 100 километров. И с учетом введения в этом году еще 150 таких заправочных пунктов, мы в принципе в первичном неком приближении на минимальном уровне эту инфраструктуру обеспечим. Мировая практика показывает, что все государства, которые наиболее продвинулись в этой области, тем или иным образом стимулируют приобретение электротранспорта. В первую очередь в части снижения налогов и внедрения косвенных стимулов. Например, освобождение от налога на участие в дорожном движении, бесплатные парковочные места, использование выделенной для городского транспорта полосы на дороге и другие инициативы. В принципе, президент их все поддержал. В ближайшее время документ будет доработан, и он станет хорошим стимулом для развития этой сферы. Дополнительное светофорное регулирование как вынужденная мера по обеспечению безопасности пешеходов. По-новому организуют движение для пешеходов и водителей на пересечении улиц Ктаторова и Слободская в Новополоцке. Это любительские кадры. Факты нарушения правил дорожного движения здесь, на пересечении улиц Ктаторова и Слободская в Новополоцке, фиксировали не только неравнодушные горожане, но и правоохранители. Большинство таким образом сокращающих свой путь студенты и сотрудники соседствующего среднеспециального учебного заведения. Решение вопроса вынесено на рассмотрение городской комиссии по безопасности. Обратилась ГАИ, рассматривали этот вопрос, есть предписание, будет попытка и желание, конечно, там дополнить светофоры и отрегулировать и пешеходный переход в этом, но это деньги опять же. Решить вопрос в короткие сроки не получится. Предстоящий фронт работ требует не только средств, но и времени. Для того, чтобы обезопасить горожан уже сегодня, было принято решение до момента реконструкции перекрестка установить здесь ограждение. Будет организовано светофорное регулирование и добавится пешеходная дорожка. Ограждение устанавливается для обеспечения безопасности пешеходов. Дополнительное светофорное регулирование как вынужденная мера по обеспечению безопасности пешеходов. Выбегая на дорогу вне пешеходного перехода, люди подвергают опасности себя, создают аварийную обстановку на дороге. В 2019 году, например, дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов для Новополоцка стали самыми распространенными. Об этом говорят цифры статистики. Из 23 ДТП 17 с участием пешеходов. 13 из них совершены на нерегулируемых пешеходных переходах. 4 происшествия при пересечении проезжей части в неустановленном месте. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Мастер-классы и открытые уроки. Шесть педагогов представят Новополоцка в областном туре республиканского конкурса «Учитель года». Конкурсные испытания среди лучших представителей профессии начнутся уже на текущей неделе. По всей стране продолжаются отборы в рамках республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь-2020». Накануне стали известны имена победителей заочного тура Витебского областного этапа. Среди тех, кто прошел в следующий очный тур, сразу шесть новополоцких педагогов, представляющие гимназии номер 1 и 2, лицея города Новополоцка, средней школы номер 4 и 7, базовую школу номер 10. Впереди конкурсантов ждут испытания в областном центре. По результатам которых определяются участники республиканского суперфинала. Конкурсантам предстоит провести профильный мастер-класс, урок в незнакомом классе по теме указанной жюри, пройти тестирование. Конкурс «Учитель года» проводится в Беларуси с 1991 года и направлен на развитие творческого потенциала и рост профессионального мастерства белорусских педагогов. Среди его победителей есть и новополучание. Так, в 2017 году звание «Учитель года» удостоила Светлана Румянцева, учитель белорусского языка и литературы, Боровузской средней школы номер 15 города Новополоцка. К слову, это был единственный раз, когда в суперфинале республиканского конкурса победил представитель Витебской области. Учебные и профилактические мероприятия, акции, тренинги, мастер-классы в Новополоцке подвели итоги республиканской акции «Единый день безопасности». Масштабная 10-дневная кампания проходила по всей Беларуси с 20 февраля по 1 марта. Предупрежден, значит вооружен. В рамках «Единого дня безопасности» в Новополоцке было проведено более 300 обучающих мероприятий, мастер-классы, тренинги, выступления, распространение наглядной агитации. Всех их объединяет одна большая цель – развить в обществе культуру безопасности жизнедеятельности и сократить число гибели людей от внешних причин. Регулярность проведения акции уже дает результаты. Мне понравилось то, что задают очень много вопросов, значит интересуются, значит хотят знать. И это очень приятно, когда где-то выступаешь в каком-то трудовом коллективе, люди небезразлично относятся к этой ситуации. Помимо выступлений в трудовых и детских коллективах предполагались и практические занятия. Ведь выстроенный во время учения алгоритм позволит слаженно отработать в реальной ситуации. В учредениях образования прошли учебные эвакуации. Тактические учения городских служб были проведены в Новополоцкой больнице и в открытом акционерном обществе «Нафтан». Мы там отработали действия с обслуживающим персоналом по эвакуации, то есть отработали действия добровольно-пожарной дружины, слаженность их действий проверили. Также мы провели учения свои, это на НЦГБ. Также там у нас были вводные, с этим вводными все справились. Единый день безопасности проходит в стране дважды в год, в первых числах сентября и феврале. Но работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций ведется с субъектами профилактики на протяжении всего года. Ирина Шибко, Дмитрий Козловский, телеканал «Звезда». Итоги обширной исследовательской работы за 2019 год подвели в музеи истории и культуры Новополоцка. Среди тем, на которых сотрудники музея и учащиеся школ города сделали акцент в минувшем году. Тема Великой Отечественной войны, история Новополоцкого политехнического института, молодежная политика белорусы. Научно-исследовательская работа – неотъемлемая часть жизни любого музея. Это тот фундамент, на котором основывается работа современного учреждения культуры. Накопление рабочего материала делает возможным создание новых фондовых коллекций, открытие экспозиций, проведение выставок и издательскую деятельность. На уху, когда сказать про науково-доследовательскую работу музея, то музей хоть изъявляется установкой культуры, а ли он, можно сказать, помежное остановище, помеж наукой и культурой. И науково-доследовательская работа субпросовников, и она изъявляется неотъемной и вельми важной часткой нашей музейной прации. В преддверии празднования 75-летия Победы ключевой темой конференции стала тема Великой Отечественной войны. События военных лет красной нитью проходят сквозь подавляющее большинство представленных работ. В конференции приняли участие и учащиеся новополских школ. Молодежная политика – один из основных векторов социальной политики белорусского государства. И одновременно именно молодежь станет ключевым звеном цепи мероприятий, приуроченных к памятному событию мая. Моя работа связана с молодежной политикой. Это деятельность парламента детей, учащихся молодежи и Белорусского республиканского союза молодежи. Я считаю, что это очень важная работа для развития гражданского патриотического направления в нашем городе. Наш и парламент, и общественное объединение Белорусский республиканский союз молодежи реализует проекты, направленные на увековечение памяти о Великой Отечественной войне. За черными буквами на белой бумаге скрывается огромный труд. Это сбор информации по крупицам, работа с музейными фондами, архивами, интервьюирование, опрос живых свидетелей военных лет. Среди других тем, поднятых в исследовательских работах, история Новополосского политехнического института, изобразительное и декоративно-прикладное искусство земляков. Ирина Шибко, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Март просто посвящен любви и праздник женщин, и пробуждение природы. Первые подснежники и песни пис в парках. И солнце с каждым днем набирающую силу. Март окрыляет и зовет сделать больше и лучше во имя любви. Решится на поступки, которые казались несбыточными, оплатить мечты, которые считались несуществимыми. Для многих из нас такой мечтой является собственная квартира в Минске. Уникальная для белорусского рынка недвижимости беспроцентная рассрочка на 10 лет и выгодные кредиты. Своё жилье стало реальностью для большинства семей со стабильным доходом. В домах Пекина и Сидней Люкс, квартала чемпионов, Нью-Йорк и Сан-Франциско в квартале Северная Америка, Гонконг и Токио в квартале Азия и Александрия в квартале Африка. Комплекса Минск-Мир установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Кроме того, на время акции на квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%. И рассрочки, и кредиты под выгодные проценты. Это приемлемые для многих условия по первому взносу и вполне доступные ежемесячные выплаты, которые зачастую сравнимы со стоимостью аренды жилья в столице. При этом цены на готовые дома растут. Так в комплексе «Маяк Минска» от начала его введения цены выросли вдвое. На половину дороже стали и квартиры в первых секциях дома «Эмиратс-Волна» комплекса «Минск-Мир». Минск-Мир называют городом в городе. Транспортная доступность. Здесь заканчивают строительство станций новой линии метро, а на автомобиле до площади независимости 5 минут. В каждом квартале школа или детский сад. Возведут поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны. В комплексе также будет разбит современный красивый парк. Местом покупок станет крупный торговый центр «Марамол», а международный финансовый центр «Минск-Ворлд» поспособствует созданию нескольких тысяч рабочих мест. Специалисты рынка недвижимости считают, что в престижных столичных комплексах цена метра жилой недвижимости значительно вырастет после окончания строительства метро и торгового центра. И произойдет это до конца следующего года. В продажу поступили квартиры в седьмой и восьмой секциях дома «Эмиратс-Волна». В первых шести секциях все квартиры уже проданы. В седьмой секции 18 этажей и 126 квартир. В восьмой – 21 этаж и 154 квартиры. Квартиры студии, так называемые «Евродвушки» и «Евротрешки» имеют площадь от 42 до 89 квадратных метров. Квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 квадратов. Стартовали продажи квартиры в доме «Квебек» в квартале «Северная Америка». Квартал хорошо просматривается с улицы Кижеватого. Все квартиры в домах свободной планировки. Во всех квартирах остекленная лоджия, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Лифты производства компании «Отис». Вестибюли – просторное лобби. Стояночные места для автомобилей, расположенные по наружному контуру кварталов. А в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Время переезжать в Минск-Мир. Десятилетняя рассрочка – самый подходящий инструмент. Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход. И даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка-партнера до 40 тысяч рублей без справок и поручителей. Привлекательные программы кредитования от банков-партнеров. Это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусьбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 12,32%. А по программе БПС Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%. Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу, собственными средствами, либо с привлечением кредитов в банков предусмотрены существенные скидки. В завершении выпуска новости спорта. Кубок Беларуси по тяжелой атлетике. Товарищеский матч по футболу. Седьмой этап Кубка мира по биатлону. Результаты этих событий далее в спортивном обзоре Глеба Прокофьева. В Борисове прошел Кубок Беларуси по тяжелой атлетике. По результатам соревнований медали различного достоинства завевали воспитанники Новополоцкого училища Олимпийского резерва. В своих весовых категориях Диана Савченко и Владимир Зайцев стали третьими. Марина Маркович завоевала бронзу. А Геннадий Лаптев одержал победу. В командном зачете спортсмены Витебщины замкнули тройку лидеров. Впереди Брестская и Гомельская области. Накануне новополоцкий нафтан провел товарищеский матч с дублем Витебска. Счет открыли новополоцкие футболисты и на протяжении почти всего матча оставались лидерами. Но на 70-й минуте соперники реализуют пенальти и сравнивают счет. В продолжении игры в Витебск забивают еще один мяч в ворота нафтана. Итог встречи 2-1 в пользу витебских футболистов. В Чехии состоялся седьмой этап Кубка мира по биатлону. В соревнованиях в составе сборной Беларуси выступили воспитанницы новополоцкого училища Олимпийского резерва. В спринтерской гонке Анна Соло заняла 37-е место. Ирина Кривко – 70-е. В женской эстафете новополоцкие биатлонистки в составе эстафетной команды заняли 15-е место. А в гонке с массовым стартом Ирина Кривко финишировала 25-й. На этом у меня все новости. В завершение я напомню, что наши программы доступны на ютуб-канале нашей телерадиокомпании. Свежие новости можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 75-40-00.